Всем привет, всем огромный привет, мои дорогие зрители, привет от Диты из Канады, и сегодня мы с вами возвращаемся в Массимо Дути. По причине, что прошлое видео, которое я записывала, я там очень ругалась и плевалась, что не на что смотреть, что все так ужасно, некрасиво и все такое, и мне там под моим видео одна зрительница оставила комментарий, что настоящий стилист всегда в любом магазине, в любом ассортименте найдет во что одеться, ну на что я написала, что я не настоящий стилист, а вообще даже не пытаюсь им быть и казаться, а я совсем наоборот, у меня совершенно другая профессия, но меня это задело, и я решила, что я вернусь в Массимо Дути и все-таки найду что-то, что можно примерить. Итак, вот что я принесла в примерочную, давайте так быстренько беглый взгляд бросим на те вещи, которые я буду сегодня примерять, конечно, я потом их подробнее покажу, расскажу, примерю, вы все увидите, так сказать, в действии. И сегодня видео пантомима у меня опять, потому что там жуткая музыка гремит в Массимо Дути, и пришлось мне записывать просто вот пантомиму, молчащую голову, не говорящую, а молчащую голову и все остальное. А вот сейчас вот я это все озвучиваю, я показываю вам свой аутфит в пальто, без пальто, ничего особенного, просто платье, просто пальто, я просто по инерции, по традиции показываю, во что я одета. Это, не знаю, насколько это вам интересно или нет, но я вот привыкла так делать, и все так делают, все блогеры так делают, и я за всеми тоже повторяю. Пальто без пальто, с поясом без пояса, надела это платье, оно в принципе без пояса, я надела к нему пояс, потом сняла, посмотрела, не знаю, как лучше, в общем. Итак, я так пояс надела на самом деле в основном для того, что когда я иду на примерки и что-то примеряю, иногда нужен пояс, чтобы посмотреть, как вещь выглядит с поясом и без. Вот, и давайте уже начнем, это первое платье, достаточно яркое, достаточно цветное, фасоны вот так себе, стоит оно 219 долларов, взяла я размер медиум, фасон, знаете, очень простой. Я не очень люблю такие воротники стойкой, я не очень люблю такие бесформенные платья, ну, иногда в них неплохо можно, в общем-то, выглядеть, но не всегда, значит, вот состав, оно состоит из 100% вискозы, что неплохо, но, конечно, 219 долларов, цена такая очень кусачая. Страшно, оно липло ко мне, у меня были, пардон за подробность, надеты колготки, и оно так прилипало ко мне, просто, я даже удивляюсь, потому что вискоза вроде бы не синтетика, ну, посмотрите, это просто я прям боролась с ним, боролась. Изо всех сил это было очень неудобно, но вот как есть. Ну, что вам сказать про это платье, мешок мешком, ну, в общем, вы сами все видите, красоты особо в нем не вижу, размер медиум, может быть, надо было взять меньший размер, но я уже как-то не рискую, потому что, если честно, я очень нафашляла тут с размерами, вот платье большое, брюки маленькие, в общем, все как-то, все не так. Померила я его с поясом, с поясом выглядит немножко лучше, но, в принципе, мешок с поясом, вот был мешок без пояса, а сейчас мешок с поясом, хотя пояс, конечно, на мой взгляд, меня вечно ругают, что я все подпоясываю, все ношу с поясами, но вот я люблю пояса, потому что, как бы, на мой взгляд, они улучшают силуэт, как-то украшают, особенно вот на таких вот платьях прямых, бесформенных, в принципе, пояс добавляет, ну, как бы, некоторую форму. форму платью, плюс ко всему, это дополнительный аксессуар, отделка, в общем, если платье скучное и скромное, то пояс делает его более, так сказать, интересным. Вот нашла карманы, показываю вам большой палец, потому что карманы, я очень люблю карманы в вещах, благодаря, так сказать, карманам всегда есть куда одевать руки. Что хотела сказать? Да, когда я его сняла, я поняла, что в нем есть пояс в этом платье, он просто был приделан к платью, к самому, его очень трудно было снять и примерить с этим поясом, потому что вот он был вот так вот зашит, пришит, и, в общем-то, невозможно было снять его и примерить, но идея все-таки была, идея все-таки платья носить его с поясом, то есть это не то, что я придумала, а так оно было задумано. Следующее платье, очень симпатичное, очень интересное, по цене, сколько-сколько, 199, 200 долларов, размер вы видели, оно, в общем-то, довольно летнее, летнее платье, такое, знаете, хлопчат бумажное платье, летнее состав, я на озвучке не вижу, но, по-моему, это стопроцентный лен, да? Правильно? Мне так кажется. Да, так вот, это действительно льняное платье, платье на лето, и фасон его, и длина, и, в общем-то, отсутствие рукава, все говорит о том, что это летнее платье. Немножко смутила меня расцветка, потому что для летнего платья, на мой взгляд, оно как-то мрачновато, расцветка такая осенняя. Кстати, вы заметили, вот цветовая гамма всех вещей, которые я примеряла, они все-таки желто-маленькие, горчично, в общем, вот все вот в ту сторону как-то, я уж не знаю, так получилось, или это просто такая общая цветовая гамма в магазине, или я так, у меня было такое настроение желто-горчично, я не знаю, но вот так вот это все собралось вместе. Платье имеет такую застежку, знаете, как это называется? Не помню, как это называется, но, в общем, у него такие есть пуговицы спереди, которые можно расстегнуть, и получается такой косой ворот, если отложить, вот как вы видите, это я сейчас сделаю, это я показываю, что пройма как-то великовата, мне кажется, что, в принципе, так она на мне сидит хорошо, но пройма немножко великовата в нем. Следующая вещь – это жакет, пиджак, жакет, девочки, не знаю, как правильно сказать, я говорю пиджак, наверное, это неправильно, но это не суть. Стоит он очень немало, 329 долларов для жакета, обыкновенного жакета без подкладки. Ну, вообще, цены в Massimo Dutti просто, вот знаете, как бы, когда у них нет распродажи, то цены такие кусачие, но у него 100% лен жакет, состав жакета 100% лен, и там еще есть какой-то, я не могла понять, что еще там за состав, потому что вроде бы подкладки нет, а потом я обнаружила, что подкладка есть вот в рукавах, то есть рукава сделаны с подкладкой. Вот сейчас я покажу, вот видите, вот здесь вот плечко и рукав есть подкладка, и вот второй состав, это был состав вот этой подкладки. Пиджачок мне оказался маловат. Я, как я сказала, я как-то с размерами опять не угадала. У меня, знаете, такое ощущение, что я как-то не заметила, что я поправилась, вернее, я заметила, что я поправилась, но я по инерции хватаю размеры, которые я привыкла покупать в магазинах, а они мне как-то уже не очень подходят. Я должна перестроить свои мозги, иначе это получается какой-то полнейший провал. Значит, ну вот если не застегивать, то нормально, а если застегивать, то маловато, конечно, вот. Померила я его с этим платьем, потому что вот пиджак имеет такую расцветку, знаете, он такой серо-бежевый, тоже с такой вот легкой такой клеточкой, такой зелено-горчичный, и вот я подумала, что с этим платьем будет хорошо, но на самом деле было не очень, мне кажется, как-то они нехороши вместе. Следующая вещь – это вот этот самый льняной костюм, на который я смотрела еще в прошлом моем видео, когда я ходила и рассматривала, что есть в Массимо Дуде, и я тогда сказала, что единственная вещь, на которой у меня глаз упал, это вот этот пиджак. Стоит он 280 долларов, немножко дешевле предыдущего пиджака, хотя, на мой взгляд, он симпатичнее, интереснее, как-то более как-то элегантный, более, ну, такой, знаете, фасонный, так скажем. Тоже стопроцентный лен. Вот, пожалуйста, как бы один тот же состав, а тот пиджак стоит намного дороже. То есть этот был 280, а тот был 330, да, вот достаточно большая разница. Так, и брилки стоят 150, 150 долларов. Вот размер, вы видите, брюк. Брюки тоже у меня оказались немножко маловаты, и, в общем, как-то я, как я уже сказала, не обессудьте, девочки, я немножко налажала тут с размерами. И вот еще принесла померить в комплект вот этот пиджак. Пиджак и брюк, и костюм как бы примерить вот с такой вот блузой. Тоже такого желто-горчичного цвета. Вот я же говорю, не то меня потянуло, не то как-то в магазине. Такой был, такой был ассортимент. Вот я вам показала состав. Я, простите, на озвучке не вижу, закрывает у меня, закрывается у меня состав, но вы видели. Не буду озвучивать. Примерила я это все вместе. Что вам сказать? Я не могу сказать, что это как-то очень вместе красиво. Ну, блузочка яркая и под такой, знаете, под цвет костюма, который, в общем-то, довольно базовый такой бежевый цвет. Она выглядит неплохо, но блузка очень широкая. Она огромная. Пиджак узковат. Брюки узковаты. В результате все это вместе получилось очень не очень. Брюки длиннющие, очень длинные. Мне, конечно, надо было бы их подкоротить. И брюки тоже ляные, и пиджак ляной. В общем, состав неплохой, но брюки, конечно, вы видите, мне немножко маловато. Надо было больше размер. Пиджак-то уже не совсем сходится. А блуза, по-моему, смол я взяла, и она очень большая, очень широкая. Я потом ее вытащу, покажу, какой она длины и ширины. Вот без пиджака, что вы представляли. Ну, такой, знаете, образ получился работницы профсоюза, которая пыталась из скучного костюма сделать его повеселее, добавив такую яркую блузочку. Не знаю, какой-то такой очень-очень такой офисный, очень-очень правильный, очень скучный образ, несмотря на яркую блузку. Я сняла пиджак, показать, как она выглядит заправленная сначала. Широкая, видите, довольно широкая. Странный такой длинный рукав какой-то не туда и не сюда. Не длинный, не короткий, а такой. Ну, в общем, может, и неплохо, но, допустим, вот если надевать ее под пиджак, то это очень неудобно. Такой рукав, он как-то комячится в рукавах, и очень нехорошо, неудобно. Вот я и вытащила блузу, показать вам, как она выглядит, какой она длины. Все тоже почему-то страшно липнет. Блуза натуральная, из вискозы, по-моему, да? Не помню. Брюки из льна, оно все это как-то прилипает друг к другу. Какое-то статическое электричество в магазине, наверное, было. Или на мне, я не знаю. Или меня током било, или от меня током било, я не знаю. Как-то очень странно. Я все пытаюсь расправить, как-то вот, видите, я старалась изо всех сил, но ничего не получается. Оторву в одном, и все в другом прилипнет. Но я думаю, что вы примерно представили себе, как это выглядит, как она выглядит в незаправленном виде, какой она длины, какой она ширины. Еще я попыталась примерить эту блузу вот с предыдущим пиджаком, потому что в цвет вроде как подходит. Прямо там такая, знаете, клеточка такая легкая, сделана точно в цвет этой блузы, но тоже что-то. Вообще мне этот пиджак совсем не понравился, несмотря на его бешеную цену. За такие деньги он бы мог выглядеть как-то получше. Не знаю. Ну, совершенно обычный пиджак, даже похожий на мужской. Но, наверное, в этом приколы, в общем, как бы. Они сделали что-то, пытались какой-то сделать оригинальный дизайн, как бы. Но хотели как лучше, получилось как всегда. Не знаю, может, это чисто мое мнение. У нас, как вы видели, если сильно постараться, то и за 400 долларов можно пиджак Макс Мара найти. Дальше, значит, вот с этим платьем произошла у меня смешная очень история. Та же самая девушка, вы помните, в прошлом видео, она директриса, видимо, менеджерша магазина, которая запретила мне снимать. Она не видела меня, когда я бродила по магазину, она не видела, какая я шла в примерочную, ее не было. Потом вдруг, значит, стук в примерочную, и она мне говорит. «Я очень извиняюсь, но мне сказали, что ты принесла вот это вот платье льняное, вот это вот с цветами, померить. Я бы очень хотела посмотреть, как оно сидит на ком-то, потому что я никогда ни на ком его не видела. Не можешь ли ты мне его показать?» Я сказала, конечно, конечно. Мне пришлось его снова надевать. Еще раз по ее просьбе я надела, вышла. Она сказала, боже, как красиво, прекрасное платье. «Так на тебе хорошо сидит, замечательно, спасибо большое». Ну, я не думаю, что она меня узнала. Но, тем не менее, в общем, как-то странно, странно. У меня какие-то странные отношения с работниками Масима Дути. Во-первых, значит, не странно ли звучит, что ей сказали, что я в примерочную отнесла вот это платье, и она хотела бы посмотреть, как она на ком-то сидит. Ну, возьми, померь его на себе, да? В общем, очень странно. Я думаю, что она просто очень какая-то активная, и что-то вот ей все время... Может быть, ей сказали, что я очень долго была в примерочной. Я действительно была очень долго в примерочной. Может быть, ей это показалось странным, подозрительным. Она решила посмотреть, кто это, что за дама, и что она там делает, адекватная ли я, и вообще, что происходит, и придумала эту историю про это платье. Ну, вот такая вот, вот такая интересная история. Короче, все, девочки, примерки на этом заканчиваю. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем видео. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень благодарна за то, что вы смотрите. И комментируйте. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Ваша Дита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok